привет друзья начинаем сегодня с управки сегодня у нас у меня такой хороший день я не работаю с утра поэтому решили сегодня с алёшей свиньи чистить он ну заколебал прям скажем выливает еду и все на что-то придумывать и не знаю смысл есть или нет что-то придумывать с кормушкой дед вроде как нарисовал даже нам схему как сделать кормушку но я говорю а какой сейчас смысл нам его забивать через недельку-другую вот к новому году все равно забьем такие дела поэтому мокро у него становится за четыре дня когда мы чистили вот же недавно чистили опять все намочил своей едой переворачивает процесс уже идет вот я корове уже сходила так что сейчас почистим у него хорошенько надо будет потолще слой и не наложить чтобы на дольше хватало подейка в школе сегодня у нас вчера ему нос прокапала гормонально вроде сегодня у нас уже более-менее все горло не болит говорит нормально так что отучиться сегодня до отдыхать тоже будет выходной и наконец-то будут все в общем друзья счистить будем потом покажем как у нас получится все друзья все вычистили все убрали утка все свежие подстелили водичку им горячую пить все уборе подсыпали опилом и сеном всем подсыпали пусть очищает час свою шкурку разморался весь вот петушков накормили по курочек здесь почистили так вот я половинку их выскребла чтобы верхний слой убрала натоптали что-то у меня вижу же эту курицу то скоро забьются всем некоторых курочек бьют видишь и у той вон видишь кровавый хвостик опять в общем не без каннибализма так скажем бывает что курицы найдут себе жертвы и начинает ее добивать у этой вся шея расклевана скоро сдохнет наверно уже ничего не сделаешь она какая-то доходяга больная больная курочка вот в гнездах сейчас тоже правила инспекцию в общем все гнездах чисто а вот одно вот которое вот там вот видите новая сена напихала так вот там почему-то они гадят в одно единственное гнездо остальных вообще чисто не понимаю что за отхожее место не нашли ну вот вроде бы все всех накормили на поели пошли не тесняшки хочу ненормально-то а ты приковал туда чашку решил приковать посмотришь что она у нас карабин умеет открывать к вечеру придем так откуда будет карабин то ладно пошли домой виллы убейте достанут а чё еще где то есть вот в общем все ухожу выхожу там жарко мне уже стало свои шубе вот все пойду сейчас я в общем чуть сегодня успела сыр вчера замачивала целевым кого кого к да накормила говоришь тебе вот это сыр я успела засолила за ночь сейчас достала его разложила потом проверила что у меня там за рикотта получилось в общем получилось друзья рикотта в этот раз буду скоро сниму кто-то из вас просил чтобы я выставила рикотту по-моему светлана вот поэтому меня никак она не выходила в этот раз получилось поэтому скоро сниму на дела хозяйские выставлю добавлю к рецептам своих сыров кому нужно смотрите вот но это следующий раз когда буду сыр делать так вот потом чистила я минтай но убирала там эти плавники у него врезала внутри прочищал странная рыба говорю одна упаковка нормальная вторая какая-то блин опять мясо разлазится маленько не знаю но все равно сжарила поди не испорченная просто видимо перемороженная опять минтай тоже и такая рыба то водянистая ее переморозишь она уже все вот поставила запекаться и запекаться и тушу на сковороде с луком с рыбной приправкой вот и это оставила бабушке сказал чтоб следила и ушла сейчас прийду уже готова но я думаю матвей на завтрак поезд рыбку эту а на обед сейчас фарш фарш поставила растаивать растая фарш сделаем котлетки если что такие планы и вообще надо идти доделать честно уроки будет с антвеем есть предметы которые мы не сделали еще сейчас вот только отмоемся все таких запахов свиных вот ладно пошла домой что начнем кому затачивать я уже затупились и маленько усовершенствовал винты регулирующие чтобы так отлезть регулирующие сейчас пробую посмотрим рыбку вот такая рыбка а это детство не варил утра тушеную картошечку только с мясом маленько варят алёша для себя фадеев а это я вчера еще кисель сварила для фадея тоже маленькую кастрюльку а для нас компот на черной смородине варила друзья мои у меня много замороженной черной смородины вот такие дела пошла мыться чем это дед ты занимаешься ножовки все затупились надо точить ну покажи расскажи про вот эту именно ножовку она рарикет да это еще мой прадед да твой прадед делал делал из большого полотна сам нарезал зубья то есть это была пила на надо вот такая пила было а он вот так обрезал зубе виш какие кривые но ей же 100 лет на это еще сделал это текстолит на заклепках но на помню раньше хорошо пилила но сейчас зубе затупились и болгарку вот это наточу это маленькая болгарка еще будет работать а это наши ножовки тоже давно не точены надо ехать за напильником у меня напильник этот маленький и развода нет главное в общем дед нашел себе дело придумал и пошла я смотрим посмотрю что за зубы у него идут пока время есть минутка пойду сбегаю сейчас так друзья в общем мы поехали в путь смотрите какая сегодня погода морозная на небо голубое красота солнечно так это в общем хорошо фаде сейчас пришел со школы ну в общем думал он на пятерку математику написал она оказалась на тройку я говорю он всегда я мама все знаю горит все знаю я все правильно написал я думаю опять по невнимательности где-нибудь вместо плюса минус поставил так далее общем как всегда у вас математикой из-за этого не ладится вроде бы тему и понимает но невнимательность ему все портит вот ну ладно тройка так тройкой куда ждеваться-то исправлять тройки не разрешают вот по русскому жалуется опять учительница кричала на все говорит на доске вызвала я что-то говорит неправильно сделано 2 тебе садись и в общем пришлось горит после уроков идти исправлять эту двойку исправил их учительница по русскому что-то все время нервная какая-то все время орёт и орёт вообще как разрешная ладно дальше что на музыке говорит тоже одна девочка другую головой аппарту дала в итоге то просидела у медика два урока что-то тоже сегодня какой-то нервный день наверно магнитный бурит а все кошмар что творится убивает друг друга дети ладно что еще от еще сюда-то мне вздек в центр так я знаю а ты сюда просто ладно а потом что еще а ты вон куда все поняла а ты буду думать да я думаю ты направлю ему зачем ты направился смотрим сейчас по химии сделали два два задания пока больше нет еще на третью оценку даст он сказал контрольную работу вот ну в принципе если учесть что я химии них школе у меня никогда не было не в институте разобралась даже я спокойно поэтому поэтому задание было были очень простые получается в общем сделали мы их быстренько вот потом писали про нобелевского лауреата капицу сообщение делали ну надо было выбрать самим лауреата и написать сообщение но пока еще не успели доделать мы на половине вот алёша дать поехали что фаде позвонил за ним ехать где давай сразу доедем до сдэка вот и сейчас я еду сдэк друзья получать посылку от т-декора и сниму для вас обзор сегодня этой посылки поэтому на дела хозяйских кто не посмотрел еще посмотрите вот такой вот сегодня будет ролик на делах про распаковочку опять ну любите вы посмотреть чего там как присылает компании эти все так что посмотрим что-то декорном прислал а сейчас пошла я это сидела получать я с трех часов сегодня пойду работать так что смотри это еще доделаем у него еще в долгах лежит биология тоже работа и и и и что еще и все что ли в общем вроде все слава богу как-то разгребли а по геометрии по моему еще на карточке какие-то задачи да геометр еще надо сделать вот и все и мы тогда на выходные уйдем без долгов а это очень хорошо потому что я уже надеюсь что в следующей неделе уже будут меньше задавать оценок потому что в принципе уже хватает сейчас сказать и зашли вчера по ватсапу по музыке это слали работы ей ну у нас учительница по музыке на наш классный руководитель поэтому мы на ватсап отправили два доклада вот смотрим сегодня заходим в дневник а у нас два кола стоят вот я кручу это утвей я он считает она написала всем в общий чат что от осылайте мне на почту работы но мы взяли быстренько на почту переслали все исправили нам такие вот дела оперативно работают и мы и они в принципе то это нормально одна друзья все отключаю сейчас пойду я подъехали масочку буду одевать ну все друзья сходила и сейчас смотрите там в довесок купила брусники килограмм мороженое брусника хорошая такая рассыпчатая не комком ничего вот в овощном там рядом и стоит она у нас 350 рублей килограмм друзьям вот это вот как раз таки там килограмм вести по моему навешал вот такие дела поехали обратно домой будем обедать я еще сегодня не ела уже час ну я так привыкла слость у меня и не тянет есть вообще откажусь есть а кстати говоря сегодня леса весы поставил взвешивалась я три дня не взвешивалась вот что я вам во вторник говорила же до свой вес и вот я от вторника не взвешивалась сегодня взвешивалась общается у нас минус 700 грамм за эти три дня так что я довольна и алёша тоже говорит скоро присоединиться к нашей компании мы не знаю он еще думает вот но он все это время сомневается что мы да он говорит что это самое сомневается если я не отступлюсь я говорю я отступлю 100 меня особо не напрягает эта диета мне вообще нормально себя чувствую у меня нет такой вот мир мерзелячности да то есть как как я раньше на каких-то там диетах типа миримановой сидела углеводов было много жиров было мало в общем и у меня конечности просто коченевали я просто из-за этого не могла я все время мерзла меня прям дрожь брала сейчас такого нет поэтому меня вот эта диета полностью устраивает и как бы я согласна принять ее за новый образ жизни и в принципе придерживаться всегда и не есть вот этот весь мусор который мы всегда ели вот и потому что я хорошо себя чувствую на этой на этом питании поэтому алёша говорю присоединяйся он пока думает в общем нет я все же думает поставил ладно все я выключаюсь это он сейчас лишнего наговорит чего это ты делаешь балдеешь кузю кузя балдеет от тебя да как балдеет мы друзья пообедали рыбу ели на ментая всего съели матвейки сделала так сказать мясо по-французски по-быстрому в микроволновке сейчас ему сварила он ушел следующий зум уроком начался поел он вот такие вот вкусняшки которые сегодня в декоре заказала я сейчас поела очень даже не дурно вкусненько вот так там наелись все вот очень кстати вкусный сыр нынче вчера его вскрывала видите какой я специально в этот раз какие-то кругленькие дырочки у меня получились и беленький он такой весь мягкий мягкий нежный вообще я знаете как беру мажу его маслицем и сверху еще кусочек и получается такой бутерброд с маслом без хлеба получается вот так вот мы едино среди эти такие вкусняшки вот и с чаем вообще обалдеть замерся не ждет сегодня одну рыбку я мне совсем ментай что одна не понравилась раз как-то перемороженная оказалась положила свиней в ведро до курсула аж нырнула туда в ведро и достала эту рыбу давай есть съела на ее да вот так вот целую ментайну съела можно было да человеку на если ну перемороженная оказалась когда-то расползалась и выкинула одну рыбку вот такие дела фадей сейчас отдыхает матвей дозанимается и и все а я на работу сейчас пойду посадка котлетки фарш растаялся с котлетки и кинем без дела вот друзья какой творится у нас на кухне и пилится все и жарится все а я пошла на работу ну да мне кажется когда мы будем Маленький он еще был. Сейчас он уже готов к серьезным тренировкам. Да, коньки такой у него очень удачный. Дед говорит, кривоватый лезвий у него. Я не знаю. Надо будет посмотреть в магазин. А, я на стоянке боюсь. Тебе боятся? Что бояться? Ты же ролик помешиваешь. Опа! Надо вот так вот будет. Раз. Сейчас я кататься буду. Вставай. Все, держись. Чувствуешь, как? Я боюсь. Сначала поднять будем. А пускай, когда я как-то буду. Видишь, у него вот эта ножка-то как стоит? Правильно, лезвие. Которая? Правая? Ага. Поэтому надо менять коньки. А тебе, ты говоришь, хотела глянуть? Я посмотрю, я его ощущу сильно. Там тоже меня. Что это? Надо коньки менять. Если кататься, ваше. Так. Давай я за другую руку попробую. Может, это я так тебя держу просто? Вот. Вот так вот. Скамейку принесли? Откуда? Пока снега-то ведь нету. О, так тут еще и стол есть. Ну да, это что-то, он как-то, это... Надо будет подумать, ты где-то взять его. Ну куда ты, куда ты? Вау! В общем, друзья, походили-походили в этих коньках. Фимин нога изгибается. Поехали в этот спортивный магазин. Мимо магазина проезжаем, я же выключила свет. Что-то мне все смотрят. Так что вот так. Магазин, Алеша, говорит, до восьми, поэтому попробую. Сейчас посмотрю, по крайней мере, его, надеюсь, размер найду. Не знаю, какие по качеству буду смотреть. Эти-то вообще безобразные. Не знаю, где мы их по распродаже добрали, видимо. Нет, ну в них же катался худей. Да сколько в них катался, может, один раз тоже ходил. Фимин, так ты сможешь сам-то стоять на коньках? Да что он не сможет-то? Он пока со мной будет ходить. Ты что? Все так учатся. Ничего научатся. А так не будем ходить, он вообще не научится никогда. Сам же знаешь. По себе же знаешь. Папка у нас не умеет на коньках стоять. Потому что его никто не учил. А тут все-таки ребята будут ходить, его с собой брать. Скоро будут уже все равно. Год-другой сейчас поучим его. Да, только я в этой коньках буду кататься на ботинках. Хитрый как-то. Он боится пока. Боится, потому что и неудобно. Сейчас встал, одна нога подворачивается. У него неровное лезвие. Еще дед сказал, говорит, они плохие эти коньки. Вообще, говорит, одно кривое, а нога подворачивается. Так что поехали за другими коньками. Все, друзья, смотрите, купили коньки ему такие. Не знаю, надеюсь, получше. Дисплейн тысячи стоят они. В общем, сейчас покажу вам елку, какую нарядили-то. Не видели вы еще? Открой окошко маленькое смошу. У меня не работает. Да. О, елка! Елка, елка. Видите, какая у нас. Это не натуральная елка. Это просто елка. Будто форма искусственная, что-то там натянута на каркас. Ну, так-то красиво, да? Вот она, городская елка у нас. У бассейна. Да я знаю, Фимочка. Ну, сейчас приедем. Что-то мы на пять минут-то едем-то. Сейчас уже приедем. Сейчас шнуровать начинаю, в общем, друзья. Сейчас будем поедем опять на коток. Смотрим, что получится. Так, конечно, замерзнешь. Носки снял, сидит. Не встаешь. Я не снимала. Давай, помогай мне. Так, одевайся. Ну, все, хорошо. Ну, давай, давай. А я тебя отцеплю. Ты тогда разверни с телом маленько. О, смотришь, так неудобно. Ну, давайте, кстати. Так, так. Так, дубль два, да? Ну, вставай, вставай. Вставай, вставай. Вставай. Ну, как эти лучи? Да. Сейчас, подожди, гляну. Да. Виду, игудики-тиги. Да, подожди. Видишь, сейчас роник, да, Машки? А какие тут битвы? Ну, а вы такие, мошки, да? Теперь, да. Ну, что, ироники, да, Иран? Роники, да? Роники, да. Ахима, теперь будет такие есть, да? Ну, вставай. Вот он идет, наш человек. Сам уже к концу тренировки. Ну, тренировка у нас небольшая сегодня. Может, с полчасика в общей сумме и покатался. Но на первый раз достаточно. Хотя бы стоять научился, не падая. Пока ходит. Она не все сначала ходит, потом что-то побыстрее, побыстрее начинает ехать. Ать, 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 ать. Тихонько идем. Давай, тихонько, тихонько, тихонько. Дошел, ура! Что, еще будем кататься? Да. Да? Ну, тогда я камеру сейчас положу, еще покатимся. Иди тихонько обратно. А куда ты... Только давай с горки. Ага, с горки ты сейчас улетишь. Иди тихонько обратно. Я сейчас камеру положу. Вот здесь Сережи играется. Потихонечку по бортику иди, а сейчас иду. Без контроля. Папа сидит в машине. Ему что-то уже неохота ходить. Ну вот, друзья, подошел к концу день наш. Сидим, отдыхаем. Сейчас Фиме блины пожарила, его накормила с катка. Он голодный. Фадейка пельмешки себе варил, наелся. Матвей еще на катке не пришел. Вот. Сейчас посижу, хочу... На ваши комментарии почитаю, поотвечаю. Да, это... Повяжу маленько, с полчасика. Потом надо посуду убрать, корове сходить. Да и все, собственно. Вот такие сегодня планы. Больше ничего и не будет. Поэтому до завтра прощаемся. Всем удачи и пока-пока.